Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ОТВ в студии Ирины Звягинцевой. В начале выпуска коротко о главном. Я полагаю, что для конкретизации проекта важно изучение экономического обоснования каждого проекта. К мирному договору на Сахалин прибыл советник премьер-министра Японии Хасыгаба Эйти. Никакого секрета нет. Учите все и учите. Основной ЕГЭ, базовый экзамен по математике, написали сахалинские школьники. Лес чистят, щепки летят. В окрестностях Южно-Сахалинска дробят ненужную древесину. Люди говорят, что якобы отменили совсем выплаты. Льготы сохранят. Социальные выплаты на первенство и питание мам не отменяются. Совместная хозяйственная деятельность как путь построения добрососедских отношений между двумя странами. На Сахалин прибыла бизнес-миссия из Японии во главе с советником премьер-министра Хасыгаба Эйти. В составе делегации финансисты, экономисты, эксперты в области сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности, энергетики, туризма и здравоохранения. Мы намерены ускорить конкретизацию вопросов по совместной деятельности на четырех Курильских островах. Все имеющиеся проекты нуждаются в тщательной экспертизе. Поэтому сегодня в составе японской делегации специалисты самых разных отраслей хозяйства. Сегодняшний обмен мнениями – значительный шаг на пути к нашей общей цели. Заключение мирного договора посредством ведения совместной хозяйственной деятельности. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяк рассказал, что сегодня в российско-японских отношениях начинается этап сближения и активизации двустороннего диалога. Конкретные проекты, которые предполагаются реализовать общими усилиями, обсудили в ходе совместного заседания. В конце июня, в начале июля будет уже непосредственно бизнес-миссия на Южной Курилы, где по каждому из направлений будут работать специализированные группы. Все они будут в большей или меньшей степени реализованы на Южных Курилах. По словам Олега Кожемяка, речь в первую очередь идет об освоении водных биологических ресурсов, развитии на Шикотане, Турупе и Кунашире, рыбопромышленного комплекса «Марикультуры». Как рассказал глава региона, в течение этого года стороны будут изучать перспективы совместных бизнес-планов и составлять дорожные карты реализации проектов. Затем речь дойдет и до практического воплощения. 18 новых кандидатов от «Единой России» будут бороться за место в Сахалинской областной думе. Еще 10 – это те, кто во фракции не впервые. Таковы итоги предварительного голосования, озвученные на селекторном совещании местного исполкома с федеральным руководством. По словам председателя Сахалинского отделения, цифры соответствуют выбранному партии курсу на омоложение. Те задачи, которые мы ставили перед началом кампании по предварительному голосованию, это не был императив, это не была задача, ради которой мы работали. Мы просто подбирали интересных кандидатов. Но результат получился вот такой. В целом предварительное голосование партии прошло без особых неожиданностей, хотя сюрпризы все-таки были. Одним из них стала победа кандидата от Невельска Игоря Юнчука. За него проголосовало больше всех избирателей на Сахалине – 2300 человек. Хотя изначально ожидалось, что первое место займет мэр города Владимир Пак. Полный список будущих кандидатов в областную думу от «Единой России» по округам можно посмотреть на сайте местного отделения партии. Сахалинские выпускники начали базовый экзамен по математике. Он является обязателем для получения аттестата. Пропустить этот ЕГЭ могли лишь те выпускники, кто решил сдать дисциплину профильно. О нововведениях сдачи экзамена в этом году узнали мои коллеги. Мобильные телефоны сданы, металлодетекторы пройдены. Впереди три часа сосредоточенной работы. В стенах Южно-Сахалинской школы номер 5 идет единый госэкзамен по математике. Светлана Юргина планирует стать медиком. Царица наук для поступления в ВУЗ ей не понадобится. Поэтому ЕГЭ по данному предмету выпускница сдает лишь для получения аттестата. В своих силах уверена. Никакого секрета нет. Учите все и учите. А вот ее лицейская подруга Екатерина Кожарникова этот экзамен могла и пропустить. Через несколько дней ей предстоит снова сдавать ЕГЭ по математике, но уже профильно. В базе сравнительно легче, хотя и здесь есть какие-то нюансы, особенно последние и предпоследние задания. Елена Дмитриева – учитель начальных классов 31-й школы. Организаторскую работу на ЕГЭ выполняет не первый год. Говорит, процедура его проведения поменялась незначительно. С этого года, например, в ее обязанности входит отмечать, сколько ответов заменил ученик на экзаменационном листе. А вот сами сдающие, по словам организатора, заметно повзрослели. Дети организованнее стали, самостоятельнее, ответственнее. Их не смущают даже пристальные камеры. Видео с них транслируется на мониторы Ситуационного центра регионального министерства образования. Видны 179 экзаменационных аудиторий острова. Техническое новшество пока не добралось только до Курильских школ. За порядком проведения ЕГЭ следят 36 наблюдателей. Это студенты Южно-Сахалинского педагогического колледжа. Они все прошли обучение. Обучение было дистанционное на базе Института развития и образования Сахалинской области. Изображение можно увеличить, уменьшить или пересмотреть фрагмент заново. Все записи после окончания экзамена сохраняются. Параллельно с земляками видео мониторят и общественные наблюдатели с большой земли. И если вдруг в Сахалинской области появляется какая-то метка на российском портале, то мы должны незамедлительно в этот же день дать объяснение по поводу этой метки, что там происходило, как там происходило и так далее. Следующий ЕГЭ школьники напишут 2 июня. В этот день выпускникам предстоит сдать этот же предмет, но уже профильно. Александра Накипова, Евгений Кириллов, телекомпания ОТВ. 17-летнему южно-сахалинцу Дмитрию Матаеву срочно нужна кровь. Десятиклассник получил ожоги первой и второй степеней. Повреждено 68% тела. Он получил опасную травму на природе из-за неосторожного обращения с огнем. Парень уже неделю находится в коме, но шансы выжить у него высокие. Медики делают ему переливание в городской больнице имени Анкудинова. Врачи используют плазму, поэтому сдавать можно кровь любой группы. Перед процедурой донор должен пройти небольшой тест. Анализ определит, подходит ли его биоматериал или нет. Родственники просят сахалинцев откликнуться на беду и помочь. Сдать кровь можно на станции переливания, расположенной на территории областной клинической больницы. При себе необходимо иметь паспорт. В Углегорске приступили ко второму этапу реконструкции одной из самых грязных и пыльных местных дорог – улицы Гужева. Общая протяженность участка – 4,5 километра. Подрядчики начали подготовительные работы в ноябре прошлого года. Сейчас занимаются укладкой дорожной одежды. Устанавливают армирующую георешетку и засыпают ее щебнем. Параллельно строители обустраивают кюветы, очищают рвы, укрепляют откосы и укладывают в железобетонные водоотводные лотки. Канавы идут вдоль всей дороги с одной стороны и с другой. Для отвода воды от дороги. Ну и дорогу сушим сразу же. Тут была пыльная грунтовая дорога. Сейчас будет современное асфальтобетонное покрытие. Сдача намечена на ноябрь месяц. А укладка асфальта, я думаю, уже в конце августа закончится. Асфальт нанесут в два слоя. Кроме этого, дорогу сделают более безопасной. Ее обустроят тротуарами и проведут освещение на всей протяженности участка. Вместо старых столбов линии электропередач установят новые, а пешеходные дорожки снабдят бордюрами. Лесной массив в районе городского парка очищают от природного мусора. Для этих целей на месте бурелома работает специальная машина. Она превращает ненужную древесину в крупные опилки. Напомню, в 2015 году мощный циклон повалил сотни деревьев. И сейчас Министерство лесного и охотничьего хозяйства ликвидирует его последствия. Лесорубильная машина работает, не покладая железных лап. В чрево дробильного агрегата отправляется древесина диаметром до полуметра. Там она превращается в опилки крупной фракции размером до 5 миллиметров. Машина превращает в щепки только так называемую неликвидную древесину. Это ветки или стволы, которые поражены болезнями или насекомыми. Оператор установки Дмитрий Попов прошел обучение на родине чудо-машины в Республике Беларусь. Говорит, что работать в кабине агрегата одно удовольствие. Как будто сел за руль легковой иномарки. Изучить внутренности машины труда не составило. Там стоят обычные ножи. То есть дерево подается, рубится на больших оборотах. И вылетает уже щепа через отдельную ячейку сети. Сетка меняется. То есть можно другую фракцию настроить. В 2015 году на Сахалин обрушился циклон и как косой прошелся по островным лесам. В региональном Минлесхозе приняли решение очистить от бурелома прилегающий к населенным пунктам зеленые массивы. Бригады рабочих с бензопилами срезали сломанные стволы. Теперь пришел черед неликвида. В дальнейшем машину можно использовать для нужд народного хозяйства. В дальнейшем, когда мы устраним все, где сможет проехать техника, все проблемные участки определенного мероприятия, которые нам необходимы, то она может быть перебазирована на предприятии. Из нее можно выпускать технологическую щепу, которая может быть использована для изготовления фанеры и так далее. Полученные опилки разбрасываются там же, на месте. Применения для них пока не нашлось. Но и на земле они тоже приносят пользу. Это своего рода удобрение. В недалеком будущем в этих местах посадят новые деревья. Евгений Коньков, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ. Судья Ахинского района лишил мэра Сергея Гусева право охоты. Напомню, главу района заподозрили в незаконном отстреле гусей за несколько дней до официального открытия сезона. 7 мая в устье реки Каплун во время планового рейда сотрудники Минлесхоза совместно с бойцами СОБРа обнаружили пятерых охотников. В их числе был и глава администрации. У мужчин изъяли четырех гусей и оружие. Теперь Гусев не имеет права выходить в лес с ружьем на протяжении года. Он может обжаловать это решение в течение 10 дней. Решение по товарищам чиновника будет вынесено позже. Вернуть приостановленные льготы или совершенствовать критерии адресности для малообеспеченных жителей обсуждают сегодня на различных публичных площадках. Круглые столы с участием представителей власти и населения уже прошли в Тамари и Южно-Сахалинске. Все подробности в нашем следующем материале. Выплаты на первенца, питание беременным женщинам и детям до трех лет приостановили в апреле. После чего претендовать на поддержку могли только малоимущие, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. Около 21 тысячи рублей на человека. Этот закон, он был приостановлен, обоснован, потому что мы понимаем, наполняемость бюджета, во-первых, была снижена в 2017 году. Приостановка льгот коснется новичков. Чтобы помочь и этой категории, на острове прожиточный минимум вместо полутора планируют довести до трех величин – 44 тысячи на одного. То есть, учитывая этот коэффициент, под эти льготы попадает 97% семей, которые в этом нуждаются. Мне скажут, мама все дает, и ладно. А так сами пусть разбираются. Доход семьи Юрченковых, где воспитывается трое детей, сегодня составляет порядка 60 тысяч рублей в месяц. Услышав об отмене льгот, многодетная мама испугалась, но затем все доходчиво объяснили в местной администрации. Я думаю, это правильно приостановлено все-таки. Нужно разобраться, кому они нужны действительно, эти выплаты, а кому они будут просто лишними, кто может себе позволить им это ни к чему. Речь идет об отмене льгот, обеспеченным семьям, чей доход превышает 130 тысяч рублей. Таких на острове 3%. По законодательству они приравнены к богатым. Большинство выплаты сохранят. Впрочем, в Южно-Сахалинске с такой позиции не согласны. Я могла бы и не прийти, сказать, у меня есть, и мне в принципе беспокоиться не о чем. Но я считаю, что должны получать абсолютно все, не только наша семья. Каким будет окончательное мнение сахалинских семей, с таким островные управленцы и согласятся. Самое главное, что в диалоге власти с простыми жителями определяются основные положения сложных, но очень необходимых законов. Особенно тех, которые помогают сахалинцам растить и воспитывать своих детей. Игорь Антипов, Сергей Салихов, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. В Сахалинской области продолжается реализация программы «Дальневосточный гектар». Заявки на получение участков подали уже сотни островитян. Своё мнение о проекте сегодня высказали депутаты думских фракций, КПРФ и ЛДПР. Этой проблемой надо государству давно было заниматься. Ведь в советское время на Дальнем Востоке, вот Дальневосточный наш регион, проживало где-то 8 миллионов человек. На сегодня осталось 6,2. Это, в общем-то, весьма серьёзная проблема для государства. На такой гигантской территории всего лишь 6,2 миллиона. В стране 98% земель, земли лесного фонда, они свободны от заселения. И всего 2%, ну чуть больше 2%, это земли городов, населённых пунктов, многие из которых даже непригодны для жизни. Но, тем не менее, такая ситуация, что получить земельный участок очень сложно. И думаю, что именно из-за этого принято решение было каждого гражданина, желающего получить земельный участок, наделить этим гектаром. Представители партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, защищающий деньги россиян от хищения с банковских карт. По информации Банка России, в 2015 году было совершено более 260 тысяч несанкционированных операций на общую сумму более 1 миллиарда рублей. При этом постепенно сокращается число незаконных операций с помощью банкомата и развивается мошенничество через интернет и мобильные устройства. Несмотря на то, что банки вовремя получают сигналы о незаконном списании средств, оставить операции могут не всегда. Предотвратить удалось меньше половины таких переводов. Авторы законопроекта предлагают, в частности, вменить в обязанности операторов банка приостанавливать несанкционированные денежные переводы без согласия клиента. Это еще не все новости выпуска. После блока рекламы вы увидите. Юбилейный тур. Группа «Пикник» дала на острове концерт в честь своего 35-летия. Конфеты и запреты. На Сахалине отметили Всемирный день без табака. Когда первый раз на ролике встаешь, надо сначала привыкнуть. Мой спортивный двор. На открытых портах Южно-Сахалинска начались летние тренировки для всех желающих. Продолжаем выпуск. Поклонники группы «Пикник» посетили концерт музыкантов, ведущих свою творческую деятельность уже 35 лет. Юбилейный тур, который начался в Калининграде еще в прошлом году, заканчивается этой весной на Дальнем Востоке. Культовая рок-группа по традиции приготовила массу сюрпризов для своих зрителей. Отправиться в музыкальное путешествие времен Советского Союза, 90-х и нулевых решились в основном люди немолодого поколения. Игорь Сидоренко мечтает, чтобы Шклярский поставил ему автограф. Для этого с собой захватил первый магнитоальбом «Дым». В прошлый раз на пластинках поставили, тоже достаточно старых. Сегодня с «Бобиной» пришел. Пикник 82-й и 86-й. Это на «Бобине» все это прекрасно знают. Это еще магнитная лента. Магнитная лента. Современное поколение должны знать, что это такое. Ну, сейчас уже, конечно, не прокручиваем. Сегодня у «Пикника» 21 альбом. Итог 35-летию сложно уместить в трехчасовой концерт, который открылся с песни «Миллион в мешке» 2001 года. Из альбома «Египтянин». Он в свое время взорвал публику и многим полюбился навсегда. «Миллион в мешке» «Миллион в мешке» Эдмунд Шклярский Эдмунд Шклярский Песня «Ровесник» сына солиста Стаса Шклярского клавишника группы и относительно новую 2012-го «Инкогнито», словно предоставляя на суд поклонников весь пласт своего творчества, который музыканты донесли с конца 70-х в 2017-й. Анна Ковальчук, Владислав Зайцев, Селекомпания ОТВ. Обменять сигареты на конфеты, проверить здоровье и наглядно увидеть, как сигаретная смола влияет на организм, предложили сахалинцам во всемирный день без табака. Упор сделали на молодежь. Сегодня в ряде курения со студентами поговорили во всех учебных заведениях города. О том, как юные курильщики относятся к социальным антитабачным акциям и насколько они действенны, узнавал Сергей Суханов. У крыльца Южно-Сахалинского политеха сегодня не курят. Стайки студентов направляются на привычные мероприятия. Им расскажут о вреде табачного дыма. Студент СУЗа Артур Ким – курильщик со стажем. Ему предлагают наглядно посмотреть на то, как дым влияет на его организм. Аппарат «Смокелайзер» показывает зашкаливающее значение вредных веществ у легких юношей. Однако в лекции и нравоучения парень не верит. По его мнению, только собственная воля может заставить его бросить курить. Человек сам решает, что ему делать. Если он хочет, бросит, допустим, сейчас. Ему не помогут никакие там форумы, еще что-то, таблетки. Если захотел, он сам бросил. Если не захочет, он не бросит. По итогам анонимного опроса, устроенного накануне, почти половина собравшихся сегодня в зале – курильщики. Организаторы мотивировали их на отказ от пагубной привычки не только сценками и лекциями, но и с помощью современных технологий. Забавная кукла по имени Сью на самом деле аппарат, показывающий, сколько смолы, попадает в организм при выкуривании одной сигареты. Однако и Сью мало кого убеждает. Большинство студентов уверены, если кто и может заставить курильщиков бросить, так это близкие. Татьяна Рябцева уже много месяцев воюет с собственным молодым человеком, который никак не отказывается от сигарет. Отчасти успешно. Я человек, который не давит, поэтому я просто разговариваю, даю человеку понять, что мне это неприятно. Перед встречей со мной или когда человек этот находится со мной, он старается не курить. Вы не курите? Мы вас поздравляем с... Пропакандировали здоровый образ жизни сегодня и в городском парке. Тем, кто отказался от вредного дыма, вручали сладости просто так, поздравляя с праздником и напутствуя детей. Но курильщикам предлагали обменять сигареты на конфеты. Брошу курить сразу. Сергей Суханов, Сергей Салихов, телекомпания ОТВ. Отказались от вредных привычек и юные спортсмены микрорайона Черемушки областного центра на дворовом корте, построенном в рамках проектов «Спортивный двор и спорт против подворотни», начался летний сезон. Ребята сменили хоккейные коньки на роликовые. Причем заниматься сюда теперь могут приходить все желающие, кто не имеет особой физподготовки. Они не отдали предпочтение сомнительной уличной романтике. Сделали выбор в пользу дворового спорта. На корт микрорайона Черемушки малыши приходят вместе с родителями. Достаточно вот таких замечательных занятий, замечательным тренером, чтобы наши дети развивались достаточно успешно и были физически здоровыми. У меня сын маленький, он катается. Я решил поставить на коньки сам, играя в любительский хоккей, играл за команду фаворитов. Подошли родители, а вы учите, подскажите, как, что. Ну давайте, там, знакомые. Одного, тут другие подтянулись. Спортплощадку обновили в прошлом году. Новые бортики, резиновое покрытие на бетонной подушке, раздевалки. Теперь юные хоккеисты могут оттачивать спортивные навыки круглогодично. За два года уже набралась группа более 40 человек. И дети с удовольствием идут, занимаются. И также мы приглашаем, конечно, сюда жителей и детей, которые вот с этого района, с других районов. Июнь станет переломным. Во дворах Южно-Схалинска организуют системную работу с населением. Для маленьких и взрослых начнут проводить мастер-классы, групповые тренировки по различным видам спорта. Начиная от воркаута, заканчивая йогой. Будет распределен график по всем дворовым территориям, по дворовым площадкам, воркаут-площадкам, игровым площадкам, хоккейным кортам. За которыми будут распределены каждый тренер. Будут привлекаться спортивные федерации. Ну а пока детвора из черемушек и ближайших окраин с каждым днем прибавляют в мастерстве. Если зимой обувались в хоккейные коньки, сейчас встали на ролики. У нас появился каток во дворе. Вот папа все говорит. Нечего ему во дворе кататься. Пусть на секцию запишется. Мы еще можем одолжить другу что-нибудь свое. Например, броневые рукавицы или шлем. Шлем мы не одолжали, но броневые рукавицы можно. Короче, малышам надо помогать. Да. Современный корт черемушки с безопасным покрытием в городе пока один. Своего часа ждут площадки 41-й километр и 26-й школы. Игорь Антипов, Андрей Андросов, телекомпания ОТВ. На этом наш выпуск завершен. Эти и другие новости вы также сможете посмотреть на нашем сайте Сахалин Курилу по адресу skr.su. Впереди блок рекламы и прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. До свидания. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ МЕБЕЛЬНЫЙ САЛОН Представитель крупнейшей корпорации «Хёнде Ливарт». В торговом центре «Радем». В предстоящие сутки на островах ожидается переменно облачная погода. В Ахе ночью 0,2 градуса, днём до 9 тепла. В центральной части острова облачно с прояснениями. В Александровске-Сахалинском ночью до плюс 5, днём 9-11 тепла. В Тымовском температура ночью плюс 1,3, днём 10-12 выше нуля. В Смирныховском районе дождь. Ночная температура плюс 4,6, днём 8-10 тепла. В Углегорске малооблачно, без осадков. Температура ночью до плюс 10 градусов, днём 13-15 тепла. В Паранайске облачно, временами дождь. Температура ночью до плюс 5 градусов, днём плюс 5-7. В Долинске пасмурно, к вечеру возможен дождь. Ночью температура не выше плюс 5 градусов, днём 7-9 тепла. На юго-западном побережье, в Хомске и Невельске облачно. Осадков не ожидается. Температура ночью до 8 тепла, днём 11-13 выше нуля. В Аниве ночью температура до 7 градусов со знаком «плюс», днём без осадков, плюс 10-12. В Корсакове преимущественно без осадков, ночью плюс 5-7, дневная температура 10-12 тепла. На Курильских островах температура ночью плюс 3-5, днём до плюс 11 градусов. В Южно-Сахалинске 1 мая осадков не ожидается, температура ночью плюс 3-5, днём воздух прогреется до 11 градусов. Впервые в России салон представитель крупнейшей корпорации «Хёнде Левард» и фирмы «Хансэм». Лидера в производстве кухонной мебели в Азии, а также впервые на Сахалине. Классическая мебель по антикварным французским образцам. Уникальные люстры и светильники. Современный классический дизайн. Приемлемые цены, комфорт и высокое качество. Редактор субтитров А.Семкин